Итак, продолжаем раздумывать над тем, что здесь сотворилось в этом ужасном месте. Я пока что проник на честной завод. Сейчас должен, кажется, слить несколько литров всякого дерьмеца радиоактивного, прикосновение которого у меня моментально уничтожил. Я чуть не шлепался, что такое-то, а? О! Ну и, как всегда, появление из ниоткуда наших-то верных товарищей. Казалось бы, как он сюда залез вообще? Ладно, не мое дело. Самое главное, это делать то, что должны были делать все эти техники, ученые и прочие работники местного умственного труда. Так, ну ладно, там, где я перекрыл трубы. Все эти вещи должно было слиться, так что надо идти обратно. Так, а куда идти обратно? А, вот сюда точно. О, привет! Я уже говорю, уже настолько к этому привык, что воспринимаю как должное. То, что кто-то вечно тебе выскакивает в лицо и сразу начинает орать, плеваться и так далее. Все равно самое главное, это то, что у нас есть всегда пара секунд на то, чтобы выхватить дробовик или что-нибудь еще хорошее и смачно запендировать заряд дроби. О! Достижения были отключены. Ну и что, блин? Дебилизм. Даже не дают насладиться толком, моментом. Интересно, кто же у нас такой запасливый. Тут столько патронов к пулемету. Блин, мне даже их взять теперь некуда. Жалко, жалко. Вот с такой стороны до конца игры придется бегать. Патронов много, одевать их некуда, по сути. Так, ну... Хотя, конечно, если тупить и промахиваться, то... Всегда нужно, куда их девать. О! Наш старый добрый друг. Как раз отличная мишень. О, еще одна мишень. Замечательно. Он воспевает прицел, конечно, сильно так, вблизи. Но ничего сложного. По крайней мере, пока вак повсюду рос какие-то напрячки. Так, о! Какой-то я смотрю, даже поленились авторы этой станции. Авторы, чем сказал разработчики. Кхе-кхе-кхе. Поленились обделать фещеру чем-нибудь железным. А с другой стороны, кому это нафиг надо? Пускай паучки лазят. Пускай сжирают всех, кто здесь есть. Это ксари странно. Столько пауков и ни одного трупа обмотанного паутиной. Несъедобные все, что ли, какие-то. Так. Красота. Хоть я, конечно, люблю красивое шумное оружие, но... Все-таки этот мир на стрекочущий автомат тоже довольно-таки классная вещь. Тем более меткий. Просто шик. Бум! Хэдшот. Хе-хе-хе. Ладно. Давайте ко мне уже какого-нибудь скелетика, что ли, посерьезнее. А то куда же мне патрон-то для пулемета девать. Ага. Вот, кстати, и иска моя. С той стороны скелетик стоит, кажется. Сейчас мы ему насуем. Ага. Да, блин, вы издеваетесь, что ли? Так. Хорошо, когда враг стоит, он куда-нибудь девается. Спокойно вы расстреливаешь издали. Ой. Ракеты типа, да, дебильные. Самонаводящиеся. Вот почему мне таких не дают, а? Откуда вообще у адовых существ такая подвинутоя технология? Не знаю, может быть, это тоже какие-то местные переработанные люди, типа того. А данные нет. Их тоже из сада повезли. Откуда-то они берут вот такое продвинутую технологию, да? У нас-то нету тут таких самонаводящихся ракет. Это пазука самая обычная. Но. На это я, как обычно, завидую. Потому что у кого-то есть более крутой снаряжение, чем у меня. Так. Ничего страшного, мне и своего хватает. А вот и долгожданное пополнение. О котором сообщается в КПК, который я подобрал. Маленькое, с виду неказистое, но на самом деле очень хорошая вещь. Базука. Хе-хе-хе-хе-хе. Та самая базука, которой можно носить аж 100 патронов. И ударная мощь и очень даже хорошая. Снова попадание валит любого обычного моба. Ну, пока что, конечно, поэкономлю ее, нужно породы накопить еще. Но потом мы с ней обязательно повеселимся, как и с гранатами. Гранаты пока что на босса берегу. Так, ой-ой-ой. Кажется, вот здесь и нужно было применить эту базуку. Ну, ладно, ну как мы, царь, справимся? Тут у нас два скелета аж ползает. Так. Такими бы ракеты не были продвинутыми, от них все равно можно увернуться. Это хорошо. Так. Тут у нас всякая мелочь разложена. Нам кажется, нужно поверху выйти. Да, все правильно. Бай-бай. А что буду с ними сражаться лишний раз патрон переводить? Бойдемся. Очистной завод 2. Опасное место. Здесь нас ожидают уже действительно геморрой, поэтому нужно сейчас взять себя в руки и стараться серьезно подходить к делу. Все, шутки закончились. Теперь нас будут стараться убить всеми способами, по сути. Ну, если это можно, конечно, назвать. Потому что, если бы нас хотели убить, могли бы просто обрушить лист, в котором я еду, или что-нибудь типа того. Так, ладненько. Запустить систему главного насоса. Вот. О моем существовании узнал сам великий Бертругер, тоже решил со мной поговорить и высказать мне свою парочку тупых, пафосных мыслей. Типа о том, как он всех победит, он всех уничтожит. Ну да, естественно, про флот, который он сам вызовет из своей, там, какой-то системы. Кому не кажется, по всей видимости. А? Вот и товарищи подошли. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это еще при лучших частях ад был на земле. А сейчас тут вполне хватает. Мирная кихая атмосфера. Хеллоу. Так, ну-ка, кто еще здесь есть? Давайте все власти. Ага. Один. Второй. Ой. Ты не попадаешь с одного раза, конечно, хреново. Но с другой стороны, всегда есть время, так сказать, выиграть. В какой-то веке используем элементы этих дурацких машин, чтобы подняться наверх. Блин, что ж такое-то. Хотя, может, это специально такой лифт сделан, кто его знает. И какая разница. Да. Бертурги, к сожалению, хорошо знает, видимо, все эти системы. Потому что каким-то образом ему нравится напустить ядовитый газ в вентиляцию. И поэтому теперь мне нужно как можно быстрее перекрыть трубы. Но, правда, насколько я знаю, по времени мы и здесь тоже не ограничены. То есть можно дышать тем газом сколько угодно. Ай. Да, блин. Только в определенном месте, уже в самом конце, газ начнет у нас действовать. Хотя пока что можно на него забить и спокойно бегать и делать вид, что мы ничего не чувствуем. Хотя, вообще, честно говоря, так и не догнал. Почему мы не можем, в случае с газом, тоже использовать воздух в своем комбинезоне, долбаном? В чем прикол-то, блин? Так, ладно. У нас, кажется, где-то был указан код. Так, сейчас поищем. Где-то здесь у нас было. Так, вот, закрытое хранилище. 4-8-3. Тут у нас даже находятся... Ага, уже такие патрончики. Нет, к сожалению, я ждал получше. Пока что трогать не будем. Соберем уже, когда будем заканчивать. Вот он здесь проходит по на рельсу. Нам нужно именно сюда. Так, ну а пока что идем спасать этот мир. В этот раз от химического отравления. Ой-ой-ой. Да уж, слабенькие бочечки. Ой. Тоже мне. Дурацкая манера выскакивает из-за угла. О! О! Йо-о! На! На! Что, еще что ли? Какие упрямые-то, а? Да, теперь сразу видно, что за меня взялись серьезно, можно сказать. На полную козушку. Вон как прям за врагами заваливают. Патронов у меня, конечно, всех хватит, но все-таки... Все-таки ситуация довольно-таки опасная. Ай. И я тоже что-то со своей мобильностью немножко... О! А вот и новые враги, собственно. Ой. Да блин. Ты что, сгибаешься, что ли? Даже не успел отчупаться. Короче говоря, выпускать дробовик из рук, по сути, нет смысла. О! Привет. Ёль. Так, ладно. Ничего, нам никакая свинья не помеха. Хотя я, по честной игре, не отказался от еще двух комплекта гранат. Так. Обслуживание труп. Даже такое есть место. Странно. Так, ладно, где уже новые враги-то, а? О! Еще один спрятался. Что он тут делал с этими патронами для дробовика, я даже не знаю. Так, еще. Че, кто где вылез? Кто где спавнился? А, вот вы где. Я слышал где-то диск скелета. Ага, тут у нас лабиринтик. Так, вот он, красавец. Нет проблем. Да. Наш герой, кстати говоря, совсем забыл отметить, в отличие от Гордона Фримена, он имеет голос и умеет говорить, судя по всему. Ну, по крайней мере, когда его бьют, он кричит. А вот разговаривать он почему-то не хочет. За всю игру ни одного слова не произнесет. Стойкие нервы, ничего не скажешь. Вытерпить всю эту кучу дерьма, которая на него свалилась. И не сказать ни слова при этом. Да. Даже ни слова о разработчиках. Так, да-да-да, здесь нам нужно... Разберитесь с ядовитым газом, нас просят. Прям так, разберитесь по-мужски. Так сказать. Взять и... Мазать. Так, что у нас тут? Блин, я уже запутался в этих лабиринтах. Что и где. Ладно. Что ж, кажется, опять какой-то... Ой. Так, где-то все... Все на спаун, если интересно, а? Это что ли? Тоже нет. По-моему, чтобы вот этими головами кого-то удивить, это нужно их штук 15 как минимум заспаунить за раз. Потому что так толпы от них готова. О! Наш красавец. Ой. Кабли. Затупил я, конечно. Можно было пулемет брать. Ладно, кофиг. Когда повсюду раскидывали бронежилеты, проблем быть не может. Ну вот и опять наш герой ходит, кашляет, глюхает, все это дернище. И почему-то, что интересно, на этот случай нигде не раскиданы даже баллоны с газом. Хотя это все равно его не оправдывает. В качественной ситуации можно было бы и подышать через трубочку. Да. Ну вот и опять, конечно, придираюсь к логике. Вон как все загадили. Кошмар. Так, продулите, возвращаемся. Ну, естественно, еще товарищи выскакивающие. Так. О, дойдите вы на это, если честно. Немножко задолбали уже выскакивать-то всюду. О, чё. Вот и все, че буду с ней париться-то. Они тут вон повсюду, еще набегают в большом количестве, поэтому... Ладно. Оставлять врагов за спиночки, конечно, нехорошая идея. Потому что они могут потом вылезти из-за спины. Будет очень неприятно. Ну вот, теперь нормально. О, еще один. Хух. Надо быть, покурайте. Он чуть здесь не взорвал все к черту вместе со мной. Да. О, ну и вот, собственно, новые враги. Дети. Вот уж я не знаю, из настоящих ли детей они сделаны, но, скорее всего, нет. Потому что в таком количестве они здесь быть не могут, естественно. Ну вон, прям целая толпа. Блин, у меня патрон заканчивается. Дай тебе перезарядиться, что ли. Блин, а что это такое? Что за колонна? Да. Как новый враг, так сразу толпой. Тоже мне логика. Так, ладненько. Это тоже, в общем-то, не опасные враги, потому что толпами они сильно не нападают. А по-другому они не смогут там вот навредить нормально. Так, кто там такой наглый? Кто такой дерзкий? О, там двое еще какие-то, смотри. Так. О, еще не скелетон, че? Ладно. Хорошо. По крайней мере, сноровку я еще не потерял пока что. Даже в условиях этой страшной загазованности отравляющей мозг. Но наш стаический морпех удерживает все. Так. Да, легкий заряд плазмы, и все, они сразу распадаются. В общем, не враг, а просто халявка. Но скрипят они, конечно, уже устрашающе, ничего не скажешь. Обделаться можно. Так. Ну и вот, собственно, мы пришли, кажется, к месту обитания следующего босса. Даже двух боссов. Или даже трех. Да, по-моему, трех. Да. Добро пожаловать к Манкубам. Или к Манкубскам. Вы помните, как они там назывались. Короче говоря, большие жирные хрены. С удовольствием ломающие эти бесполезные трубы. Так. Обычно их, конечно, надо уничтожать с ракетниц, но... Я почему-то теперь больше люблю делать с гранатами. Их, правда, несколько штук, поэтому надо, конечно, смотреть по сторонам еще заодно. О, никакие пробьюнки и бластеры. Ну, понятное дело, для меня это не проблема. Я же умею стрейфить, к счастью. Это раньше не умел, бегал с ракетницей тут. Теперь-то я знаю, как Манкубам это делается. Так. Двое готово, где третий? А, вон он. Мне как раз осталось гранат на Бухарю. Ну, в общем, тоже не слишком опасный босс, по крайней мере, в условиях открытого пространства. Коридор, конечно, они могут и навалять, потому что здоровье у них жирное. Так, ну и сейчас немножко на закуску нам выдают детишек. Да. Странно, что газ, который вроде как тяжелее воздуха, в этом количестве не скопился. О. Не скопился так, чтобы я уже был в таком случае, не знаю, как это еще назвать. Короче говоря, мне это не мешает. Так, ладно. И эти почему-то вылезли из какого-то дерьма. Как они туда пролезли вообще? Да. Ладно. Блин, а вот эти вот на открытом пространстве, конечно, наоборот, опасные. Маневрируют хорошенько. Так, я тут сейчас быстренько пометнусь, а то, мало ли, может здесь есть еще ракеты. Что может было на монорельсе с ними хорошенько повеселиться. Так, ну ладно, видимо, ничего уже нету. Так что валим отсюда. И вот, собственно, пришло время... Как раз, ой, как раз заняться очисткой этого поклятого места. В том плане, что сейчас мы как раз попадем в активно, в сильно зараженную территорию. Где у нас будет активно исчезать здоровье. Так что надо сохраниться. Да, вот у меня быстро убавляется здоровье, поэтому нужно быстро пробежать и нажать на три насоса. Фух, все отлично. Успел. Да, вот так вот оказывается просто. Весь мир от загрязованности... Как ты, блин? От загрязованности я спас всего лишь до... Нажатиями трех клавиш. Ну вот и хорошо. Так. Главное, что сам жив остался. Можно, пожалуй, плазмолёт подыскать. Теперь всё, осталось свалить к монорельсу и всё, больше тут нечего делать. Замечательно. По крайней мере, этот сектор я прошёл без запинки. И вот он монорельс, уже середина игры, кажется. Должна быть точно. Ещё одно страшненькое место. Бердругер сам ходит и, смотрю, подчиняет оставшихся выживших. Ну, молодец. И вот они созданы, настоящие фушистые. Здоровенные, жирные, мускулистые. Теперь они будут заменять обычных солдат, которых тут больше не будет. Да. И это хреново. Потому что враги на самом деле очень опасные. Фактически одни из самых опасных. Ну, ещё какой-то бла-бла-бла там. Так, ну, ладненько. Вводим тут ничего больше нет, поэтому садимся в монорельсе и продолжаем двигаться. Интересно, вот так, Бетругер так каждого солдата ловит, потому что этих-то жирных фашистов будет много. Так. Тут у нас есть ещё один выживший. Хеллоу. Ну, естественно, блин, потому что ты остался тут, идиотов. Вдвоём могли бы выжить, если бы подошёл сзади и выстрелил Бетругеру в башку, блин. Но вы же слишком тупые, чтобы это сделать. Ладно, фиг с ним. Пускай он там несёт всякую фигню трусливую. Да мы будем любоваться красивой поездочкой. Напоминает Half-Life, опять же, первый. Начало, точнее. Тоже едешь и любуешься всей этой красотой. Да. Самое безопасное место на Марсе, это внешняя сторона. Светло, тепло, и мы их не кусают, опять же. Хотя я всё равно не пойму, на кой фиг нужен монорельс, который движется в одну сторону. Обратно они что, все пешком ходят? Не знаю. Ну, естественно, возникают препятствия, нас останавливают и заставляют, да, идти справляться с проблемой. Этот придурок, естественно, идти со мной не хочет. Будет оставаться тут и ждать. Какой вот идиот. Опа. Чё я сейчас слышал? Ага, получается, всё-таки солдатики ещё не совсем закончились. Немножко с ними ещё предстоит повоевать. Так, там у нас внизу он есть, если что, вещи. Надо будет за ним потом зайти. Так что бегаем с автоматиком пока что. А, ну да, собственно, сейчас кажется выскочит первый фашист. Так точно, я угадал. Собственно, против них такая отличная тактика есть, опять же... Ой. Видишь, какой акробат. Опять же, нужно просто прыгнуться, пристаячь с ним, потому что первый удар он наносит по воздуху. Независимо от того, стою я или сижу, кстати говоря. Так. Хотя, да, вот они последние солдатики появляются где. Так что я ещё не со всеми справился. Ладно. Так, тут, смотрю, бежит уже целая толпа на меня. Так что надо быть аккуратнее. Сейчас меня будут давить массой. Ага. Точно. Э, не понял, где он? Откуда? Кто? Как? Сейчас мне. А, вот эти. Так, ладненько. Жутковатое место, конечно. Столько кровища размазано всякой. Бррр. А, у меня на голову бегает, что ли? Или нет? Там бегает. Блин. Эти дебилы так смешно бегают туда-сюда, топают, блин. Ой. Ладно, не надо их недооценивать. Только я не понимаю, что за звук. А почему звучит, как будто они оттуда где-то бегут? Хотя они бегают вот здесь, вообще. Как-то странно. Всё. Ё-моё, ещё один фашист. И-и-и-и-и. Эээ. Ну, ни хрена себе нагло, а. Да. Автомат, конечно, хорошая вещь, то есть с ними, честно говоря, толком не повоюешь. Ой. Это ещё чё? Откуда? Кто? Где? Как? Блин, что за хрень тут творится? Тьфу, блин. Что-то реально со звуком нехорошее. Прямо происходит. То ли это у меня наушники бараклят, то ли что. Но звук реально из другой стороны совершенно раздаётся каждый раз. Тут куда-то отсюда. Идут они из другой стороны. Блин, что за фигня? Так, ладно, ребят, поаккуратнее, то меня сейчас ещё и убьют. Я же пока что ещё не разу не сдох за всю игру. Так что хотелось бы как можно дольше эту традицию пробить. Понятное дело, что так везде не получится. Где-нибудь меня обязательно замочат. Я же хреновый игрок, но... Да ё-моё. Да ё-моё. Знаете, в последнюю мою гранату. Блин. Ладно, будем давить на них. На жалость давить. Да уж. Когда я говорю, что за меня всерьёз взялись, я всё-таки надеялся, что не настолько сильная. Меня уже практически уделали. Там, правда, две аптечки было в начале уровня, но это дойти что-то не хочу. О! Красота. Ой, отлично! Вот тебе можно жить. Главное, конечно, чтобы ещё броня была. А то убить будет совсем больно. Так. Дайте угадаю, сейчас ещё один фашист выскочит оттуда. Из запертой комнатки. Конечно. Тоже фактически можно предугадывать, как откуда они все вылезут. Ну вот ещё одно самое, наверное, уютное место в этой игре. Такой вот тупичок. Хорошо всё видно и так далее. В общем, просто кайф. Я бы тут остался навсегда. Но, к сожалению, нужно идти спасать мир. Так. Чё у нас там? Оставшиеся боеприпасы. Код 402. Ой, замечательно. Целая пачка ракет. Ну-ка. У меня уже 50 штук. Ну вот. Half-Life просто даже не сравнится с этим. Так. Какой там у нас код? Так, не понял. Тут что ли? Это бюджетный аудиолог Чарльз Холлес, ЕАП-директор, дата с септембер 5, 21-45. В order to concern the life of the 26th. Такие банальные коды, прям поражаюсь. Почему-то открылись двери, собственно, это его конец. Вон этот бюджеток сидит там и ждёт, когда к нему придёт кто-нибудь. Но, естественно, это буду не я. Это просто очевидно. О, получки. Странно, что и там все ползают. Издалека так в сир поиграть. Ну ладно, фиг с ним. Упс. Ну и вот, один паучок появился. И раздел и расчленил нашего уважаемого учёного. Да. Забавно. Стоило мне буквально 10 секунд... 10 секунд здесь не будет клин рядом. А, дебилизм. Ну и хрен с ним, короче. Надо было закрывать двери. Пускай остаётся тут. Ах да, наша цель же ведь это комплекс Дельта. Поскольку там сейчас сержант окопался. И, собственно, дорога в ад. Но, к сожалению, так просто туда не пройти. Упс. Вернее, упс, ну сейчас. Ой-ой-ой. Бум. Переломала там не все кости, по всей видимости. Хотя нет, часть костей уцелела. Вон она вылезает. Да. Дверь штуза почему-то не открылась. Почему же интересно? Таким голосом весёлым сообщили. Так, ладненько. Дойти до комплекса Дельта придётся на своих двоих. О, смотрите, как нам издалека бежит дорожайший гость. С такого расстояния его можно хоть с пистолета убить. Так, ну ладно. Собственно, чё я туплю? Длин, надо уже взять наконец-то хорошее оружие. Так, я где-то слышал топот. Фашистский. И мне показалось. Ладно. Блин, правда, к сожалению, это же всё-таки базука, поэтому ближний боюсь, с ней не подерёшься, как ни крути. Как бы не хотелось. Ну, естественно, если из одной дырки вылез паук, сейчас он вылезет из второй, из третьей, из четвёртой. Опять пушь вылезет, и тут вылезет ещё. Да. Сколько же голов было использовано, чтобы семья пауков создать, да? Просто кошмар. Я, конечно, понимаю, что этот комплекс требует большого количества человек. Хотя, может, и не требует, потому что работает автономно, по сути. Но всё-таки, блин, сколько народу здесь сожрали-то, а? Тысячу, миллион? О! Эй, фашист! Взял, убежал, блин. Хороший солдат, что же ты не скажешь. Да. Разлетелся на куски. О! Я могу делать это вечно. Так, что у нас там интересного? Кажется, там запас плазмы внизу лежит, да? Да, точно, так и знал. Потому что я помню, когда здесь проходил. Так. Ничего, лишним ничего не будет. Но я всё-таки побегаю с базукой. Потому что у меня столько патронов, и я прекрасно помню, что когда я в прошлый раз дошёл до ада, где у меня забирают все вещи, у меня была ещё полная задница. Так, это всего прочего. Поэтому давайте-ка повеселимся наконец-то и посмотрим, как наши враги будут красиво разлетаться в стороны. Если, конечно, я не буду вместе с ними разлетаться. Это не в моих планах. Так. Где у нас тут? Аптечку побросали прямо на стол. Ну, естественно. На! Так красиво летят их не мускулистые тушки. Так. Ой-ой-ой. Я смотрю, ещё и обычные солдатики вот всё-таки имеются, да? Но их всё равно поразительно мало, честно говоря. И трупов, кстати говоря, тоже довольно мало. Повсюду кровища какая-то, а всех, видимо, не знаю, то ли съедают, то ли что. Но в самом деле трупов очень мало. Так, ну ладно. Не будем уже придираться. Дестрой! Блин! Кто кого дестрой, это ещё надо спросить. Так. А-а-а. Опа. Замечательно. Ну что ж ты мост мне обрушил прямо сейчас, пока над ним пробегаю? Хохочешь там, пари-дурок. Он просто не старается даже меня уничтожить. Ой. Гадали. Создать нужно только после того, как они заспаунились, иначе... Сила ракетов сильно так гаснет. Так. Ну и вот, собственно, ещё одно отлично весёленькое место. Автоматическая турелька разорасстреливает всех, кто здесь торчит. Естественно, отключать её сразу же нельзя. Нужно просто подойти вот сюда поближе и ждать. Потому что сейчас он спаунится большая толпа народу, ну и, соответственно, мы экономим время, силу и патроны. Ой. Пускай они там все воюют друг с другом, а я тут постою. Так, нужно заходы посмотреть. Ага, вот. Э-э-э. Ну, блин. Э, алё, алё, алё. Постойте, постойте. Блин. Вы же тварь, а? Тварь, с которой даже меня не защитила, блин, скотина. Вон она там стоит, блин. Ну что она не стреляет? Наконец-то. Да. Вот так вот даже расслабиться не дают. И вот здесь вот отключение турели, кажется, нам не нужен. Вот, медицинские припасы. Как раз то, что мне нужно, да. Так, 6-4. Супер. 3-6-4. Нормально. Всё, кажется, всех замочили. Отключаем. Почему они повсюду не натыкали этих турелей, блин? Они же бы так хорошо на ситуацию бы выручили. Хотя, с другой стороны, трой же была мне не подвластна. Она меня могла бы расстрелять точно так же. Хотя она довольно слабая. Ну ладно, короче, пофиг. Моя нарейс пройден. И здравствуй, комплекс Дельта. Ещё одно противное место. Комплекс Дельта, сектор 1. Место самых продвинутых разработок на Марсе. Вау. Ну вообще. Ладно. Мы уже вступаем в самой серьёзной части этой игры. О, ещё один мешок с вещами. Ах, как же я обожаю эти мешки с вещами. Интересно, кто же так ими запасается здесь? Такое количество. О. Ну тут пока что никто не будет спауниться. Меня будут пугать только всякими летающими трупами и так далее. Это я хорошо помню. Ой. Блин, вот я идиота. Хотел нажать копирование. Нажал в итоге на спусковой крючок. Да и пофиг. Вот, где-то бегают, скачут, топают, пердят. Тоже мне опасность. Так. Вот, собственно, здесь сержант и стоял. Естественно, он меня не дождался. Потому что чего тут ждать в этом запертом помещении? Конечно, это так опасно. Так, нужно искать процессор данных. Который кто-то из учёных заботливо с собой стырил. Во всей видимости. Вау, спасибо, доктор Бертругер, что ты так заботливо мне открываешь путь. Я бы без тебя не справился, даже говоря. Честно говоря. Да уж. Страшное место. Тут, по сути, самое... Самый ад и приключился. Потому что здесь рядом находится, собственно, портал в ад. Тут у нас нет питания. Сюда мы попадём ещё очень нескоро. Потом сюда вернёмся, конечно. Пока что нам нужно процессор данных. Ой, как страшно, блин. Как страшно, блин. Ну, в самом деле, достали. Так. О, я и говорю, взял с собой стырил этот процессор. Вообще оборзел, чувак. Так. Ладно, возвращаемся. Кажется, тут всё ещё никого не будет, пока я не разблокирую весь сектор. Да, вон они там снаружи все ползают. Скулят, шумят и так далее. В общем, пытаются меня всеми способами напугать. Хочет и выглядит довольно-таки смешно. Так, ладненько. Собственно, сейчас запустим электропитание и закончим на этом серию, пожалуй. Может, полчаса уже, по-моему, есть. Так. Да, можно полюбоваться на системы. Хотя, правда, ни хрена не понятно в этих голограммах. Так, ну ладно, ладно. В общем, нужно запустить реактор. Действительно, он в этом месте нигде нельзя быть в безопасности. Ну да, короче говоря, он ушёл без меня. Хрен знает куда там, не знаю, то ли в ад, то ли куда-нибудь ещё. Естественно, мы с тобой встретимся, мы с тобой встретимся, никто меня ждать не будет. Потому что они все тупые идиоты. Ничего не скажешь. Так, ну ладно, пожак, как я уже сказал. На этом пока что серию закончим. Комплекс Дельта постараемся уже чуть попозже. Про рашить, как-то ещё сказать. В общем, побить всех, кто здесь есть. Сейчас, естественно, она вот опять полезет. Так что оружие подобрать получше. Так, ну посмотрим, в общем.